Я прошу прощения, я вам показывал в прошлый раз снимок, я обматерил, обругал эту теплицу, полностью спёртого воздуха, абсолютно непригодный саженец умирает, умирает, я забыл самое главное сказать, что я забыл сказать, или делаете огромные дыры, а это делать бессмысленно, или саженец выкапываете как хотите, выкапываете осенью или весной, вот на луче осенью, потому что зимой может додохнуть, осенью выкопать, вот такая обрезка, побольше корней и или пересаживаете в нормальную теплицу, или на свежевод, а так как я произвел слово нормальную теплицу, повторяем пройденный урок, в ноябре натаскал снег, 300 рублей, я отдал, чтобы ее столько снега натаскали, кто мне из вас это самое, компенсирует, кого я учу, вот, теперь, вот они, персики, так, посмотрели, здесь я насчитал, вчера считал, 16 окон, 16 этих, корточек, 5 из них, раз, два, три, четыре, пять, открытые сейчас, всегда, и остальные, ну, бывает, захлапываются от ветра, вставление фиксируют, в общем, практически вдоль, поперек, все про это, только моя задача была, за всю зиму, фотография делалась, то ли в марте, то ли в апреле, за всю зиму не подтаяло даже, то есть, сохранил их так, как надо, результат, смотрим, общий план, еще раз, чтобы, ну, первые персики, вот, смотрим на здоровье листьев, внимательно, здоровье листьев, заметьте, и близко не собирается дохнуть, еще один сфотографировал, еще один сфотографировал, вот, знаете, чем интересен, вот, я вот так не выгибал, здесь Сергей поотрезал на прерывку, брал веточки, так, а остальные получились, сами сгибали, как хотели, что они сделали, выкинули вертикальную победу, не занимайтесь, мой совет, дурью, вы, когда вы вертикальная будет ветка, она сама потом даст боковое, когда вы изогнули боковое, она вам даст вертикальную, природу не обманешь, это дурь, единственная задача приблизить плодоношение, да, можно, но нельзя преждевременно роды деревом, придет по раз, заплодносит без ваших этих, обрезок и выгибать, еще посмотрели, так, еще посмотрели, ну, я уже все вон, вот это вот, и я не знаю, что я поревел, верочки не согранялась, скажу, как дурак, думаю, что с нее вырастет-то, но это же не персик, а, вот, и вот это не персик, но это черный абрикос, видите, я высунул ему голову, порточку насильно, вот, было, некуда было, ткнул, пересадить забыл, теперь жду первого урожая, посмотрите, как на него повлияет это, для чего вот это было сделано, вот эти плоды, что я вам покажу, я должен убедиться, шаломая, почему получились плоды четверо крупнее, мои же персики, привитые на волосы вишни, это какой у них потенциал, у этих хасанских, ведь я всегда считаю, что хасанские, вот, знаете, был первый урожай с каких-то вызовет, вот эти вот, а потом укрупняться, но дальше не укрупнялись, а шаломая теплицу, и я залез в теплицу, вот еще технология, смотрите, небольшой подъем, небольшой холм, и полив вот такой, пусть даже вроде не опасно, нету дождей, нету града, нету, что там еще, это самое, морозов, с суперморозом, но, все равно стараюсь, чтобы, когда поливаю, чтобы ничего не попало на это, на штамп, полив, видели, вот так, и холм небольшой, посмотрели, пять форточек, раз, два, три, четыре, пять, насквозь все просвечивает, поэтому свистит воздух, залетает сюда кто угодно, мухи, комары, кто хотит, тот залетает, бабочки, пчелы, все открыто, круглого, почему, еще раз говорю, моя задача была не сделать тепличные условия, не зря слово теплица, было всего лишь на 2-3 градуса, чем было по теплее, чтобы не угробить, а то еще год я мог потерять у всех, ну и плюс проверить, почему, что ломаю, это самое, или что, валяться теперь, или что, в отставку подавать, вот, вот, такие вырастил, пусть теперь он учит, с моих черенков, вот так выглядит снаружи, конечно, вот эти вот деревья, вот это дерево, дикая мусульская груша должна была достаться, Леонид Сангель, но не сбылось, коронавирус помешал, теперь ее надо будет вырубать, а вот это вырубать жалко, это венгерка, я придумал так, вот эти все ветки пойдут на плевику, вот здесь отрежут, главное, чтобы окна попадал свет, вот, нельзя заслонять, ну, было мало места, пришлось садить, видите как, вот, академики, тут рядом королевские, не взошла ни одна, академики взошли, ну, кроме нескольких, раз, два, три, четыре, ну, где-то четыре не взошло, или пять, остальные взошли, доведу до плодоношения, поделюсь с друзьями, вот, потому что, что получается, сейчас, это, моя любимая Катя Карташова-Кузнецова, которая, на Урале, администратор у нас сайта, уже показывала, вот, такие плоды, на академике, на фейд, на сеансах, у меня все обставят скоро, а я 37 лет гордился, что я не это, только приемками занимаюсь, вот, не мое это, а жизнь заставила, вот, вот это вы потом прочтете, очень, знаете, есть такая, вот эта штука, да, я, да, дальше будет самое интересное, вот, вот это называется, я не буду говорить, кто этот самый, кто я написал стихи, кто написал вот эту картину, самая знаменитая картина средних веков, вот, незрячий ведет слепых в яму, вот это наша наука, вот, и, вот это вот, да, грустные стихи, посвященные современной науке, именно садоводству, потом прочтете, есть же среди вас поэты, вот, и я тогда прошу, я попрошу Сергея Анатольевича Паченко, товарища Паченко, чтобы он вот это отдельным фильмом сделал, он из них, препарировать на отдельные фильмы, вот эти длинные мои монологи, вот, а вот это, когда он сделает, я пошлю и вас всех попрошу, пошлите в этот телеканал Байбер, ну, нельзя уже дальше, уже невозможно терпеть, ну, вот, пришлось вот эту заставку сделать, чтобы вот отсюда фильм начинался, вот с этих моих слов, да. Субтитры сделал DimaTorzok